Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сельске обнаружили у подозреваемого похищенные деньги и ценности. В России мужчина постоянного жилья не имел, подрабатывал на стройках, свою вину признал. Максимальное наказание, которое ему грозит, пожизненный срок лишения свободы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преступление совершалось из корыстных соображений. Он проникал в жилище присорелых женщин, убивал их и завладевал деньгами и ценностями. Был задержан с поличным, у него найдены были ювелирные изделия, которые были похищены в результате этого тяжкого преступления, денежные средства, ну и иные материальные носители, которые находились у потерпевших. В первом случае жертва была задушена, во втором случае он воспользовался ножом. Свою вину по вот этим преступлениям, которые мы вам сейчас рассказали, он признает. А есть основания предполагать, что он психически нездород? Ну, по тому, как он совершал, что он совершал, конечно, такие основания есть. Поводок в Самарской области может начаться 15 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС. При этом сильного подъема воды ждать не стоит. Самаре больше всего половодию угрожает Куйбышевскому и Красноглинскому районам. Однако в ближайшие две недели, благодаря низким температурам, прихода большой воды ожидать не стоит. После 15 апреля мы будем прогнозировать или ждать следующий этап – это сбросы воды через творжегулевский газ. Вот там они будут увеличены, и в зависимости от сбросов мы более точно сможем спрогнозировать уровень. Независимо от прогнозов, к приходу большой воды муниципальные власти все же готовятся. В Куйбышевском и Красноглинском районах созданы бригады экстренного реагирования на случай разрушения водозащитных дам, подготовлены откачивающие устройства и пункты временного размещения граждан. Всего же по области в зоне потопления находится 6,5 тысяч человек, проживающих в более 70 населенных пунктах. Последний раз почти все они были затоплены в 1979 году, когда уровень воды в Волге превысил критический показатель и достиг почти 35 метров. С 1 апреля движение по Южному мосту ограничат. До 30 октября будет работать только одна полоса в обе стороны. Сооружения будут ремонтировать. На декабре прошлого года на Южном мосту в Самаре была выявлена трещина. Частично разрушился один из деформационных швов. Пассажирский транспорт будет переориентирован. Дачные религиозные маршруты будут отправляться с Хлебной площади. Городские, идущие до центрального автовокзала или автостанции «Аврора» организуют по специальной схеме. Они будут, грубо я скажу, в разорванном виде. Будут идти со стороны, заезжать под Южный мост, сделать разворот и уходить. Потом люди по лестнице подниматься, проходить по той полосе, которая не будет в ремонте, по тротуару переходить до промышленности. И на промышленности будет организовано 8 автобусов, которые будут двигаться в сторону центрального автовокзала. Опытом Самарской области в борьбе с теневой экономикой Николай Меркушкин поделился на заседании Совета ПФО. Его участники обсуждали, как региональные власти могут эффективно противостоять развитию коррупционных схем. Подробности у Марины Матвейшиной. Порядка 27 миллиардов рублей суммарной потери регионов Приволжского федерального округа от теневой экономической деятельности. По оценкам экспертов, в прошлом году порядка 3,5 миллионов жителей ПФО работали неофициально, а значит не платили налоги. Об этом говорил полпредпрезидента Михаил Бавич на Совете ПФО в Оренбурге. В округе широко распространены фирмы-однодневки, которые легализуют доходы, полученные преступным путем. Ведется незаконная банковская деятельность, активно применяется так называемая теневая инкассация. В условиях экономических санкций, сложной общественно-политической обстановки для нормального развития регионов от органов государственной власти субъектов местного суммоправления требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в теневой оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Необходимо жестко ломать систему так называемых откатов. В 63-м регионе ведется работа по противодействию созданию теневых схем. К примеру, только наведение порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить в региональном бюджете порядка 3 миллиардов рублей. В частности, по инициативе Николая Меркушкина, компенсация жителям для оплаты услуг ЖКХ теперь начисляется после подтверждения оплаты коммунальных услуг. Губернатор неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволит свести к нулю использование мошеннических схем в этой сфере и, как следствие, сделать жилищно-коммунальные хозяйства региона более прозрачным. В системе ЖКХ за 4 года последних мы уже сэкономили ранее практически транжируемых денег порядка 16 миллиардов рублей. И те стройки, которые мы ведем, в том числе дороги, в том числе мосты, которые строим и направляем туда деньги, в том числе школы, спортивные объекты и многое-многое-многое другое, которое раньше не делалось, это во многом за счет того, что в ряде мест каналы утечки перекрыты и у нас появились дополнительные возможности финансировать в том числе те стройки, которые мы сегодня ведем. Опыт губернии в решении этого сложного вопроса оказался востребованным и в других регионах ПФО. Марина Матвеевшна, События. Далее коротко о других событиях дня. Экс-руководитель областного Росприроднадзора попал под абнистию. Суд установил, что Александр Тергалинский в 2012 году подписал разрешение на утилизацию отходов весом более 300 тысяч тонн на полигоне, который мог вместить только 90. Это позволило сэкономить на плате за сверхлимитное размещение отходов с пятикратным коэффициентом. В результате областной бюджет недополучил более 2 миллионов рублей. Тергалинский был приговорен к полутора годам лишения свободы. Условно. Но его освободили от наказания в связи с амнистией к 70-летию победы. В Самаре в ДТП серьезно пострадала женщина. На пересечении улиц Партизанской и Мяге столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель Вазовской пятерки при повороте налево с улицы Мяге не уступил дорогу и врезался в Газель. От удара ее отбросила на 49-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. После этого Газель столкнулась с фургоном «Соболь», ехавшим навстречу. В результате аварии женщине оторвало ногу. Она застряла между колесом и корпусом «Соболя». По факту ДТП ведется проверка. Первый восход до Сызрани отправится 28 апреля. С этого дня открывается навигация для скоростного судна на подводных крыльях по маршруту Сызрань-Самара и обратно. Вплоть до 1 июня судно будет отправляться ежедневно из Сызрани в 6 утра и из Самары в 5 часов вечера. По субботам и воскресеньям от причала Сызрани в 13.30 и Самары в 9.30. Сезон клещей открыт. Роспотребнадзор просит самарцев быть бдительными. 163 человека, пострадавшие от клещей, обратились в марте в больницы. Но это цифра по России. В Самаре в этом году пока случаев укусов не было. Обычно первые обращения приходятся на апрель. В Самарской области в прошлом году в период эпидемического сезона в медучреждения обратились 6,5 тысяч человек. Было зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Главное управление МЧС просит автомобилистов сегодня быть особенно внимательными на дорогах. Соблюдать скоростной режим и дистанцию. На протяжении всего дня сохранится облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Возможно, слабая метель. Ветер днем северо-западный, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В случае ухудшения погодных условий спасатели просят людей, находящихся на улице, не стоять и не парковаться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами, а также избегать карнизов домов. Коми-трагедия, не путать траги-комедии, которую на Западе назвали социальной драмой. В Театре Самарская площадь прошел юбилейный показ спектакля «Не такой, как все». Это история о женщине, в жизни которой есть все, кроме любви. Она покоряет зрителей уже 13 лет. Юбилейным 150-м показом наслаждалась Алина Чемерес. Вот это вот письмо ты написал? Вот это вот. Ну ты меня, ты, ты, я, ты, я, ты, я, ты, я. Да, я, я. А ты не врешь? Уж очень смело ты себя повел, дай мне этого урода. История о том, как преуспевающие бизнес-леди, стремясь избавиться от депрессии, следует совету гадалки. И находит некрасивого, немолодого мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым. Юбилейный 150-й показ спектакля «Не такой, как все» на сцене театра «Самарская площадь». Зал, как всегда, полный. В этой постановке по пьесе Алексея Слоповского многие узнают своих знакомых. Сильных, самодостаточных женщин, в жизни которых есть все, кроме любви. Даже как мы мужчин, когда обвиняем в том, что им там не до семьи, не до любви, что для них бизнес на первом месте, что они черствеют душой. Вот сейчас, к сожалению, все больше и больше женщин встают на место мужчины. С точки зрения любви, они относятся тоже потребительски. Во всяком случае, я поняла свою героиню. А если поняла, значит, как любого человека, уже не осуждаю, уже принимаю. В репертуаре театра постановка заявлена как коми-трагедия, но за рубежом ее назвали социальной граммой. Спектакль не такой, как все в репертуаре с 2004 года. По количеству показов он далеко не рекордсмен. В Самарской площади есть и другие постановки долгожителя. Хороший спектакль, который любят наши зрители. Живет не пока зритель кончается, потому что он не кончится. Это физически не может быть. Потому что поколения идут новые, а просто когда артисты уже не смогут его играть в силу лет. Как вот у нас «Богатые невесты». Вот сейчас ушел временно из репертуара. «Богатых невест» в репертуар планируют вернуть уже с новым составом актеров. Также в этом году Самарская площадь порадует зрителей двумя премьерами – по пьесам Островского и Аксенова. В день юбилейного показа спектакля не такой, как все. Артисты получили награды из рук художественного руководителя театра. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Обратная сторона телеэфира сегодня открылась для учеников школы юного журналиста. Ребята с экскурсии посетили редакцию нашего телеканала и познакомились со всеми секретами закадровой работы. По коридорам телевизионного закулисья школьников сопровождал Андрей Горгуленко. Одиннадцатиклассник Евгений в импровизированной студии перед камерой чувствует себя комфортно. Стать тележурналистом – давняя мечта. Евгений уверен, что своей цели достигнет, потому что он очень творческий человек. Я вообще связан с написанием текстов, то есть я пишу стихи, рассказы пишу. Но потом я пришел в школу журналистов, и мы начали готовиться к этой профессии, то есть все ее азы мы начали познавать основательно. Евгений, как и его друзья по школе юного журналиста, сегодня увидели весь процесс создания материала на канале «Самара ГИС». Ребята познакомились и с корреспондентами, и с операторами, заглянули в студии звукозаписи и монтажа. Ты пришел в телекомпанию, да, и в принципе по своим способностям, по своим желаниям, по своим предпочтениям, ты можешь выбрать вид деятельности, тот, который тебя устраивает. Хочешь быть человеком популярным, идешь в тележурналисты, стараешься достичь уровня, допустим, собственной передачи, чтобы тебя узнавали. Тебе нравится работать с видео, как вот снимать, вот, берешь в руки камеру. Столько полезного, столько нужного именно для моей будущей профессии я узнала. Походив на занятия, я решила, что профессия журналист – это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. В школе журналистов занимаются учащиеся 9-11 классов под руководством опытных наставников из самарских СМИ. За время работы школа подготовила более 200 выпускников, а самые способные ребята получают рекомендации Самарского союза журналистов России для поступления на профильный факультет. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалов. Сериалы к следующим эфирам. Всегда на чеку. Дежурной части полиции исполняется 99 лет. Кто не успел, тот не опоздал. Выпускники досрочно сдают ЕГЭ по химии и истории. Работа есть? Было бы желание. Центр занятости готов предоставить свыше 15 тысяч вакансий. Внимание у телезрителей. С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова